Здравствуйте, я приветствую всех зрителей, присоединившихся к нашей передаче. Меня зовут Евгений Петров, я заместитель генерального директора по маркетингу Unitsky String Technologies Incorporated. Со мной на связи сегодня директор компании «Юскавери» из Дубая, директор компании ООО «Струнные технологии» Unitsky. Это маркетинговые офисы, которые занимаются продажей технологий по всему миру. И сотрудники зала «Струнные технологии» с нами сегодня — это Максим Николаевич Гусев, руководитель отдела управления проектами, и Максим Викторович Кубышкин, руководитель управления проектных работ. В нашем цикле передач из пяти серий мы подводим итоги года и отвечаем на те вопросы, которые задавали нам следящие за развитием проекта на протяжении года. Сегодня мы говорим, наверное, о теме, которая наиболее волнует всех тех, кто следит за проектами. Мы будем говорить об актуальных проектах, находящихся в работе у Unitsky String Technologies и в маркетинговых офисах. Начать хотелось бы широко со всего мира, поэтому хотелось бы попросить Олега Марковича Зарецкого рассказать о тех проектах, которые сегодня есть в работе, что это за проекты, какие это трассы, какое их назначение, на каком этапе мы находимся, ну и в целом, что сочтете нужным. Я знаю, что сейчас у нас есть, мы работаем по проектам в Индии, в Индонезии, в Африке, в Доминикане. Полный ли это список? Если нет, прошу дополнить. На самом деле, конечно же, у нас много очень проектов в работе. В целом, Олег Маркович, да, у нас на самом деле, вот я хотел бы чуть-чуть даже больше сказать, если брать в целом, а не только регионы, за которые отвечает и Узкавери, у нас около ста проектов на сегодняшний год. Ну, я не удивлюсь, да. На разных стадиях разработки, на разных стадиях переговоры, но есть, конечно, проекты, которые с определенной степенью достоверности, можно сказать, состоишь, то есть там, где подписаны определенные документы. Это или рамочные какие-то соглашения, или уже соглашения на проектирование. Конечно, в первую очередь, это мы очень активно развиваем проекты в Индии. С моей точки зрения, Индия это будет страна, где в скором времени будут проекты, будут люди уже использовать нашу транспортную систему, при том, что сейчас запросы, они идут лавинообразно. То есть, ну, наверное, после, особенно того, как у нас нас посетил министр транспорта, после того, как наше представительство в Индии очень активно начало работу в связи с этим. Ну, то есть, это не только ваша точка зрения, это, в принципе, вывод, сделанный на основе объективных данных. Конечно, конечно. И, конечно, конечно. И операционная деятельность. Ну, и, кстати, там и огромная необходимость в нашей транспортной системе, потому что Индия это страна, ну, где полтора миллиарда населения, где очень огромное количество людей не имеют доступа к личному транспорту. И, конечно, где растет покупательная способность населения. Люди готовы платить и за билеты. И муниципалитеты, и государственные органы очень сейчас хотят развивать транспортную составляющую. И как раз наш струнный транспорт, он занимает вот эту нишу, когда мы предлагаем то, что другие транспортные системы не могут предложить. И профессионалы, и в Индии, и везде, они все это понимают. Конечно, предстоит еще пробить несколько барьеров. Это в плане вот сертификационных, там, разрешительных вопросов. Но это дорогу оселит идущие, мы идем по ней. Другие проекты в Доминикане мы просто ждем решения. Очень предложение. Там частная компания, очень выгодный проект, коммерческий. И мы фактически просто уже подписаны документы. Мы ждем начала непосредственной работы. Очень, конечно, нами заинтересована Арта Дубая. Это не секрет. Арта Дубая подписала с нами меморандум о намерениях. И активно сейчас мы его продвигаем дальше на следующий уровень. Я не могу раскрывать опять всех нюансов работы с Арта Дубая. На выставке стояла наша машина на стенде Арта. Модель нашей машины с нашим логотипом совсем. Но он, я считаю, он тоже о чем-то говорит. Ну и не просто на стенде, да, а в центре стенда. В центре стенда Арта, да. Но я не буду, опять же, не могу раскрывать всех нюансов, всех подробностей. Тем не менее, работа идет и, конечно, будем надеяться. Есть тоже трудности, есть определенные опасения, есть определенные вопросы, которые мы преодолеваем успешно. Индонезия. Индонезия это страна, где струнный транспорт, я считаю, единственная альтернатива. Мы работаем со многими городами, не только с Джакартой. И в некоторых из этих городов я просто веду разговор так. Если вы хотите, чтобы у вас был общественный транспорт, при том, что мы изучили, то это будет струнный транспорт. Если вы не получится у вас со струнным транспортом, у вас не будет системы общественного транспорта. Настолько эта страна сложная в плане исполнения транспортных проектов. Соответственно, вот эти все страны, это где уже, ну, фактически мы выходим на финишную прямую, если не вышли. Ну, и плюс ко всему, у нас огромный интерес. Есть из Бразилии, из Мексики, из Соединенных Штатов Америки, как это не было бы удивительно. Простите, Олег Маркович, но все-таки, я полагаю, что зрителям интереснее узнать, если мы на финишной прямой, а мы действительно там. Можно ли ожидать, что в следующем году мы выйдем уже непосредственно на строительные площадки в этих регионах? Конечно, конечно, конечно. Это даже не обсуждается. Но опять-таки, это больше зависит от Максима Викторовича и Максима Николаевича. Они там сидят, улыбаются, видите, да? Это отдельная песня. Да-да-да-да. Мы выйдем на строительные площадки, как они закончат проектирование. Как только, так сразу. То есть, все зависит от них. И опять же, по срокам, как всегда, клиенту надо вчера. Хочется, конечно, все это дело иметь какой-то запас, разбег во времени. Я считаю, мы должны находить компромисс. Мы должны находить компромисс между желанием клиента и нашими возможностями. Мы должны подстраиваться, конечно, под желание клиента. Ну, опять, это, я думаю, они расскажут, они скажут, что выйдет ли мы на строительные площадки в следующем году. Обязательно спросим. Да, я надеюсь, что да. По крайней мере, в Индии, да. Ну, вот такая вот у нас тогда. Ну, и мы, конечно, можем о других. Я только хочу сказать еще 30 секунд, что как только у нас состоятся проекты в Индии, как только это будет успешный проект, я оцениваю количество проектов только в Индии, ну, как минимум 200-250 линий, которые ждут нашей технологии. Это, конечно, будет взрывообразное распространение технологий струнного транспорта. Но вы сказали, как минимум, насколько я знаю, там, высокопоставленные люди, с которыми вы общались, Анатолий Эдуардович Юницкий общался, они говорили, цифры даже более оптимистичные, звучала цифра 500. Ну, я, видите, более осторожно. В два раза уменьшили. Арсен Виволенович, тогда вот вы, как отвечающий за направление СНГ, ну, расскажите о том, что сейчас в работе у нас находится, какие планы ближайшие. Я бы так сказал, что я, конечно, не могу похвастаться, как Олег Маркович, тем, что есть проекты, которые, собственно говоря, уже ожидают завершения проектных работ с тем, чтобы выйти на стройку. У нас таких проектов, к сожалению, пока нет. Но есть проекты в очень высокой степени готовности, глубокой проработке. Это ряд проектов, соответственно, в столичных регионах, в Московском и Санкт-Петербургском. Причем там по ряду проектов в каждом регионе разной направленности. Это и проекты, которые решают вопросы транспортной доступности, так сказать, новых микрорайонов. Это и есть и переправы с длинными пролетами через водные преграды. Есть перспективные направления, дублеры, значит, обычных транспортных магистралей. Собственно говоря, в этих проектах, может быть, это российская специфика, нам предложили власти, соответственно, найти инвесторов. И такие тоже имеются. Вот это всегда идет речь о государственно-частном партнерстве. Эти проекты, конечно, они в стадии, можно сказать, выхода, но они требуют определенных затрат с нашей стороны, связанных с тем, что те же концессионные отношения, они требуют определенной проработки, определенных заключений, решения ряда земельных вопросов и так далее. Мы всегда говорим о том, что с первыми проектами обязательно нужно развивать и проект локализации технологии. Но я хочу сказать, что все это усложняет поиск проектов, усложняет поиск заказчиков, потому что есть очень много смежных задач, которые тоже являются очень непростыми. Тем не менее, есть проекты, которые имеют право и все шансы быть запущенными, скажем так, в следующем году. Опять же, повторюсь, это целый ряд проектов столичных регионов, двух. Также есть проекты, которые мы активно изучаем, пассажирские в сибирской столице. Это Новосибирский регион. Это также, скажем так, Центр культуры и туризма, Ярославль, в котором тоже рассматривается целый ряд проектов. По линии Ростуризму есть ряд интересных адресов, которые мы обсуждаем. Ведем диалоги с целым рядом крупных концессионных компаний в России, как с потенциальными инвесторами, которых, собственно, интересуют не адреса, а их как раз интересует новизна и технологичность нашего транспорта. Их интерес немножко по-другому устроен. Поэтому это как раз тот случай, когда мы связываем конечного заказчика власти, пытаемся увязать, и инвестора, которого интересуют оригинальные, интересные, эффективные проекты, потому что в случае с концессионными историями длительные сроки окупаемости это не так страшно. Они ориентированы на инфраструктурные проекты с длительными сроками окупаемости. Я прошу прощения. Мы в прошлый раз говорили о том, что в большинстве случаев у нас задача увязать интересы государства, которое должно осуществлять транспортную работу, то есть предоставлять услугу пассажирам, например, если мы говорим о пассажирских линиях, и интересы коммерческих структур. И правильно ли я понимаю, в ряде регионов, вот вы говорили о столичных регионах, первый этап, наиболее существенный этап, когда мы получаем подтверждение от государственных структур глубокого интереса и готовности поддержать, готовности входить в проект реализации струнного транспорта, этот этап нами уже пройден. И нам необходимо просто пройти второй этап. Значительная часть времени была потрачена на убеждение властей в том, что струнный транспорт имеет право на существование, о том, что у него есть целый ряд преимуществ, и что он может эффективно решать острые транспортные задачи. Ну, в данном случае мы говорим о мегаполисах, о пассажирских задачах. Также я хочу добавить о том, что у нас есть ряд работ, связанных с грузовыми транспортными системами, мы изучаем ряд возможностей организации с помощью наших грузовых систем Юнитранс и трансграничных переходов по транспортировке угля в Китае. Вот есть такая острая задача в России, переориентация транспортных потоков на восточные рынки. А также мы, скажем так, стратегически сотрудничаем с Институтом ГРИ, геологоразведки, и ждем заключения экспертное по привлекательности нашего интересного продукта Юнитранс. Это транспортировка насыпных грузов, которая отличается тем, что является практически полностью импортозамещенной технологией. Это решает уникальные транспортные задачи с длинными пролетами, что очень важно в наших арктических территориях, где, собственно, сложности с традиционными видами транспорта. И это очень востребовано, так как мы, в общем, страна России, я имею в виду, во многом поставщик ресурсов. Руда, уголь, другие ископаемые, энергоносители. И для нас эта технология очень интересна, и это все отмечают. Я тоже думаю, что в следующем году определенный прорыв части реализации проектов мне удастся продемонстрировать. То есть здесь задача чуть-чуть иная, мы об этом тоже в прошлый раз чуть-чуть говорили. Специфика есть определенная, да. Я так понимаю, что если в случае с пассажирскими перевозками мы просто берем на себя обязательство о том, чтобы спроектировать комплекс в соответствии с определенными требованиями, существующими в законодательстве, ввести в эксплуатацию в соответствии с этими требованиями и выполнять работу в соответствии с этими требованиями, да. И этого, в принципе, достаточно для пассажирских комплексов. То в случае с бизнесом там чуть-чуть другая структура именно финансирования, но там есть условия такого успешного кейса, так скажем, успешного образца. Я считаю, что на территории России не то что приоритет, но повышенное внимание нужно уделять грузовым транспортным системам. Спасибо, Арсен Валентинович. Все-таки вот как изнутри? Вот мы говорим о том, что есть ряд составляющих, о том, что есть, во-первых, задача убедить, заинтересовать чиновников, во-вторых, подтвердить, что мы находимся в должном правовом поле, ну и, в-третьих, уже организовать вопрос финансирования. Вот если про правовое поле, то Максим Николаевич, вот Максим Викторович, вот к вам, наверное, вопрос. Как вот эту ситуацию, эти задачи мы решаем в Союзе Независимых Государств, вот в пределах, там Россия, вот Арсен Валентинович говорил, Казахстан у нас сейчас есть проекты. Да. И как эти задачи решаются, например, вот по тем же проектам в Индии? Максим Николаевич, прокомментируйте, пожалуйста. Сертификация на самом деле это одновременно и просто, и сложно, да, как ни странно. Вот. Просто с той точки зрения, что, допустим, если разделить наш комплекс на элементы, да, то в принципе требования к ним понятны. Да, то есть если мы говорим про строительные конструкции, они уникальны для своих стран, допустим, для Индии свои, для РБ свои, для РФ свои и так далее, и так далее. Если мы говорим про путевые структуры, да, там про транспортные средства, системы управления, то здесь идет чуточку сложнее, но все примерно то же самое. Если система управления безопасна, и вы это доказали, да, то есть оценка рисков, любыми другими действиями, то в принципе можно. Но почему это сложно? Потому что каждая страна для себя требует прохождения этого этапа, да, но именно специально для этого проекта, да, то есть почему вот сертификация без проекта, это довольно-таки серьезный вызов, да, потому что как только вы заходите в определенные органы, да, по сертификации и так далее, и вы представьте, да, что вы зашли в государственные органы, вы говорите, у меня пока еще нет проекта, но я бы хотел уже что-то там сертифицировать, потому что в будущем, когда он у меня будет, да, то есть это сэкономит и мне время, и вам время, да, то есть и в целом, то есть это даже звучит, да, немножко экстравагантно, скажем так. Ну мы так и не делаем, надо сказать, последнее время более того, то есть когда к нам приходят клиенты и спрашивают, а где у вас сертификаты, но это просто непонимание специфика продукта, да. Да, причем нужно понимать, что к каждому клиенту мы относимся очень-очень индивидуально, да, то есть вот помните, я говорил про то, что там пассажиры потоки, трассы, все остальное, где-то пролет там 150 метров оптимален, а где-то 300, да, где-то иногда и до 500 метров бывает, иногда и выше, да, то есть иногда где-то анкерная опора 8 метров, а иногда где-то 35 метров. И нужно понимать, что то, что мы разработали, к примеру, там, для доказательства безопасности одного проекта, может не подходить под второй. И мы как раз и пытаемся, да, то есть вот и показать, и сейчас максимально внутрь, ну то есть мы это делаем на протяжении всей, там, всей его жизненного пути компании, да, вот как раз на те решения, которые максимально, да, запрашивают и у Лего, и у Арсена, да, то есть мы вот как раз под них, да, пытаемся сделать, вот как говорят, домашнюю работу, да, для того, чтобы как только у нас появляется проект, как только появляется контракт, мы складываем, мягко говоря, да, тома доказательства безопасности, потому что, ребят, это не одна страничка и не 10, и это не, это расчеты, да, то есть есть определенные стандарты, есть определенные требования под это, вот, это все берется и относится уже в органы, да, и дальше уже на, там, дальше проходит стандартный процесс, да, то есть вопросы-ответы, а мы вот не думаем так, а у нас есть доказательства, и так далее, и так далее, и так далее. В принципе, этот процесс выглядит сейчас так. Да, ну я поддержу Максима. Здесь, простите, Максим Николаевич, да, я сейчас именно вам хотел попросить у нас высказать, просто чуть-чуть уточнить вот направление, хотелось бы, по поводу того, что действительно разные юрисдикции, разные законы, разные страны, разные нормы, про менталитет мы уже частично говорили, но вот есть регионы, где мы уже, вот, ряд вопросов таких принципиальных, в том числе и вопросов, связанных с сертификацией, уже решили, и дальше задача просто стоит вот в масштабировании, и где-то в масштабировании, где-то в доведении до момента, когда мы сформируем вот этот вот пакет проектов, и что касается непосредственно уже выполнения проектных работ, то здесь нормативное поле определено, может быть, вот Олег Маркович затронул, что все зависит от того, как быстро мы выполняем проектные работы, вот Максим Викторович, прокомментируйте, пожалуйста, как же быстро мы выполняем проектные работы, какие там есть этапы, чтобы тоже наши зрители чуть глубже, может быть, проникли вот в специфику этой деятельности и понимали временные какие-то рамки, горизонты, типовые, может быть, даже. Ну, когда мы говорим, вот затронул Максим Николаевич уже проектирование за границей, то есть мы понимаем, что мы, в общем-то, подстраиваемся под ту нормативную базу, которая существует в стране, вот, и, конечно, это занимает определенное время, вот, но мы уже в этом плане набрались опыта, наши решения, они, в общем-то, гармоничны, организированы с общимировыми стандартами, в основном мы опираемся на европейские нормы, на еврокоды, что касается инфраструктурных решений, строительных конструкций, вот, поэтому здесь мы под последние годы уже не сталкиваемся с какими-то проблемами, которые ставят на, под вопрос реализацию всего объекта. То есть, как правило, когда мы говорим о проектировании за рубежом, то мы вступаем в сотрудничество с местными консультантами, которые рассматривают наше решение, если нужно, где-то адаптируют его к местному законодательству, и это, в общем-то, я бы сказал бы, что на сегодняшний день это уже тривиальная задача, это рутинная работа, и чего-то уникального здесь уже быть не может. Вот, конечно же, мы подстраиваемся под требования клиента, конечно же, мы подстраиваемся под местный рынок, вот, где-то более развито производство металлоконструкций, поэтому мы при проектировании стакады, при проектировании инфраструктурных каких-то компонентов и частей комплекса нашего, мы ориентируемся на металлоконструкции, где-то на железобетонные конструкции, компонентная база наших транспортных комплексов, конечно, мы это все учитываем. Плюс, в первую очередь, когда мы говорим о проектировании, то вот эта работа, которая с клиентом ведется у нас, мы формируем такой концепт, образ проекта и определяем его функционал. Поэтому здесь, вот Максим Николаевич уже затрагивал эту тему, с самого начала уже работает порядка 50 инженеров, это логисты, это специалисты по генеральному плану, конструкторы, архитекторы, вот, определяется, ну, я бы сказал бы, такой образ нашего объекта, вот. А дальше уже, скажем, в зависимости от того контракта, который подписан, либо это, так называемое, одностадийное проектирование, то есть мы готовим сразу детальный проект, минуя, скажем так, этап технико-экономического обоснования, вот, и готовим сразу проектную документацию в объеме, достаточно для реализации, либо мы все-таки делим на какие-то отдельные подэтапы, технико-экономическое обоснование, какая-то утверждаемая часть проекта, которая проходит все согласования в необходимых инстанциях и так далее. То есть тут уже сам клиент, сам заказчик уже эти вопросы регулирует. Тут, на самом деле, вариантов, вот, проектирования достаточно. Что я хотел бы вот отметить еще, очень многое зависит от заинтересованности клиента. Вот, когда мы говорили про сроки, то есть если у клиента глаза горят, если он понимает, что задача реализации объекта – это не задача, ну, вот, нас, да, как технологической компании, это всеобщая задача, и от слаженности работы как клиента, так и нас, как поставщиков технологий, как разработчиков проекта, там получается результат. И вот те объекты, которые сейчас как раз у нас в стадии уже проектирования, они как раз, это именно те объекты, где клиент показывает максимальную заинтересованность. Ну, и, насколько я понимаю, в целом у нас все процессы, бизнес-процессы, в первую очередь, в достаточной степени отлажены. Мы понимаем, как проектировать, мы понимаем, какие стадии, какие этапы, поэтому, с учетом того, что в целом в работе у нас на сегодняшний день, как я сказал, около ста проектов, из них действительно около десятка уже в горячей такой фазе, есть все основания считать, рассчитывать на то, что в следующем году мы выходим на строительные площадки, и это будет действительно важный, важный этап в развитии Unisky String Technologies, струнного транспорта Unisky как технологии. Но во многом это не было бы возможно без той работы, которая была проделана в том числе и в этом году. В следующих выпусках мы поговорим именно во многом об этом, а также об особенностях ведения переговоров в регионах, о закрытости, открытости информации и о том, чем мы располагаем, с чем мы идем. Поэтому я благодарю вас, коллеги, сегодня за участие в таком обсуждении. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok